Добрый день дорогие друзья! Мы продолжаем наше с вами изучение недельной главы Тора Ките Ца, Ките Це. И очень серьезный вопрос. Человек женится и говорит, что я не нашел у этой женщины девства. Что делать? Он в суд говорит, развожусь, вот такое вот. И тогда родители приносят признаки девства, ее одежду, в которой она была первой брачной ночью, не знаю, там простынь. И показывают, что вот признаки девства моей дочери. Он возносит на девственницу напраслину, позорит ее, позорит ее родителей. То есть очень неприятная ситуация. И суд должен хорошо с этим разобраться. И если он действительно возносит напраслину девственницу, и суд тогда обяжет выплатить от судевицы огромную сумму 100 серебряных шекерей. 100. Не 50 как случаев изнасилования, а 100. Позор это страшное дело. То есть если человек опозорил эту девственницу, то теперь, после того, как он уплатит эти 100 серебряных шекерей, он уже не может с ней развестись никогда. Вот такая вот у него получается ситуация. Потому что он изнасиловал напраслину девственницу еврейку. Сделал плохое дело. И родители за то, что были опозорены, компенсация огромная, 100 серебряных шекерей. Мы смотрим случаи с изнасилованием. Хорошо, человек изнасиловал. Тогда девственницу изнасиловал. Он должен на ней жениться и не разведется с ней никогда. Уже все, шансов нет. То есть вот так. Только если в случае, если отец девицы не захочет ее отдавать, ему замуж только тогда, в этом случае он отдаст компенсацию 50 серебряных шекелей. Ну и все. Так это искупается. Это не изнасилование замужней или девушки, которая посватана. Это именно имеется в виду, она ни с кем не посватана, не замужем, вот девственница. Если чужая жена она, или она посватанная, то тогда это намного хуже. Это даст смертная казнь. Ну вы сами знаете, что если она не кричала, могла кричать, когда с ней это происходило, то тогда она тоже будет виновата. Если она кричала, то виноват будет тот человек, который это сделал. То есть как Всевышний уделяет большое внимание, чтобы человека не опозорили. То есть уже мы знаем, что у нас были ситуации, ситуации были, когда царь Давид, он, мы знаем, что он поступил плохо, он с Батшевой поступил, взял ее, она была чужой женой, хотя по закону Торы она ее не была, когда уходит человек на войну, он разводится с женой, дает развозное письмо, и он не имел права ее как бы взять, если она чужая жена, вот еще он переспал с той Батшевой, и после этого он дает приказ, чтобы не быть опозоренным, чтобы отступить во время сражения от ее мужа и отряда, его и отряд погибает, очень страшная, очень была история, но когда ему сказали, Давид, как поступаешь с человеком, который забрал чужую жену, Давид сказал, этот человек подлежит смерти, но у него есть доля в будущем мире, а человек, который заставляет другого человека покраснеть, то у него нет доли в будущем мире, то есть заставить человека покраснеть, ввести его в стыд, намного даже хуже иногда, чем и убить, настолько это серьезное преступление, то есть мы всегда должны думать, о чем мы говорим, о ком мы говорим, то есть ничего мы не должны находить лучше, чем молчание, чем кого-то обсуждать, мы не можем это делать, потому что это приводит обычно к плохим последствиям, тем более человек не может видеть всей картины происходящего, человек может только видеть то, что он видит со своей стороны, только Всевышний видит со всех сторон, поэтому перед тем, как что-то сказать, надо внимательно подумать, и кому что сказать, вот так, то есть там, допустим, человек компетентному, ты можешь говорить, но это воровин, который понимает эти вещи, беседовать ты можешь, но так при людях, о ком-то, что сказать, вот я видел, ты что-то, то-то, то-то сделал, и хоть, хоть и действительно был он неправ, не можешь рассказать, потому что не знаешь всех обстоятельств, тех, которые могут возникнуть в жизни у человека, и в этом человеке говорят, что он что-то не то сделал, а он на самом деле все правильно сделал, то есть нам это не дано, ведь мы должны верить, что Всевышний им сказал, что мы должны больше молчать, чем говорить, вот так вот, мне Всевышний разрешает говорить, говорит с утра до ночи, но говоря о Торе, о заповедях, о всем, что он приносит, благословение, пожалуйста, можно говорить, может рот не закрываться, это разрешено, но говорить что-то со своими мыслями ни в коем случае нельзя, вот так вот. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается, всем браха про носа каванам, а за то, что мы это время не грешили, и урок был дан за поятием и души моего папы, Яков Бенову, у моего дяди, Володи, и Григория, моего брата, Павел Бен Ефим, за здоровье Светлана Батклара, Шимон Бен, Бен, Мирьям, Фейга Батберта, и весь наш список, который сейчас у меня с собой нет, за всех этих людей мы молимся каждый день, еще у нас Клара Батброня, новая женщина попросила мне вдруг молиться за нее, вот, и за всех, за всех, за всех, всем всего самого наилучшего, и да, пусть всем на Всевышний здоровье, счастье, всего самого наилучшего, до следующих встреч, Шаолом, надеюсь, нас состоится завтра в 15.30. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,